В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Сезон дорожных работ открыт в Ленинском городском округе. В весенне-летний период отремонтируют 18 автомобильных дорог. Мы очень благодарны, что нас включили в эту программу. И в этом году поменяет достаточно большой объем дорожного покрытия. Долгожданное новоселье. Анестезиолог-реаниматолог Анита Кайсина благодаря социальной ипотеке смогла улучшить свои жилищные условия. Квартира находится в городе Видное, где непосредственно находится пренатальный центр. Буквально в 10 минутах отсюда. Во дворце спорта Видное состоялось ежегодное открытое первенство Ленинского городского округа под ЗИДО. Ощущение того, что ты сильнее, что ты побеждаешь, это очень круто. После того, как устанавливается стабильная плюсовая температура воздуха, традиционно открывается сезон дорожных работ. В Ленинском городском округе весенне-летний период приведут в порядок 18 автомобильных дорог, включая два региональных участка. Наша съемочная группа побывала на Южной улице в жилом комплексе Бутова-парк-2, где уже стартовали работы по замене асфальтобетонного покрытия. Ремонт дороги вдоль улицы Южная в Дрожжине проводится благодаря активному голосованию жителей на портале Добродел. Как отметил депутат по данному округу Евгений Усков, люди уже не один год просили привести в порядок одно из главных шоссе жилого комплекса Бутова-парк-2. Мы голосовали активно, долго, достаточно тесная работа с администрацией. Мы очень благодарны, что нас включили в эту программу и в этом году поменяет достаточно большой объем дорожного покрытия. Это практически вся улица Южная, от старой ее части, от Южной 27 до Южной 7. Старший по дому номер 19 по улице Южной Андрей Сычев очень доволен, что ремонт наконец-то стартовал. И проводимые здесь работы нисколько не беспокоят и не препятствуют проезду транспорта. Все идет своим чередом, все это вижу, наблюдаю, следим, как говорится. В принципе, все хорошо. Сейчас на дороге устанавливают бордюрный камень, также на участке заменят просевшие люки и ливневые решетки. Следующим этапом станет обновление асфальтобетонного покрытия площадью порядка 30 тысяч квадратных метров. Для укладки будет использована современная техника и специальная 16-я щебеночно-мастичная смесь, которая гарантирует запас прочности и минимизирует появление дефектов. Практически везде, где есть большой пассажиропоток, применяется новая асфальтобетонная смесь. Это щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь, где большой поток и где ходят автобусы. Там, где будут деревенские дороги, там нет смысла или целесообразности применять подобный асфальтобетон, но несколько дороже. Поэтому там будет применяться обычный асфальтобетон для дорог. Дорожные работы преимущественно ведутся в ночное время, когда автомобильный трафик ниже, а днем организовано частичное перекрытие движения по всем правилам с предупреждающими знаками для возможности объезда. В ближайшее время мы должны выйти в рамках этого же контракта на улицу Советская, где у нас разворотный круг. Примыкание Советской и Школьной улицы там не доделано немножко, осталось. В рамках этого контракта будет там тоже доделано. И, соответственно, в рамках первого этапа будет, в принципе, отремонтировано, включая эти две дороги, 16 автомобильных дорог по Ленинскому городскому округу. Работы на Южной улице планируют завершить до конца мая. В целом же в Ленинском округе сезон дорожного благоустройства продлится до начала сентября. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. С 2016 года в Подмосковье действует программа социальной поддержки для медицинских работников, позволяющая приобрести квартиру на льготных условиях. Анестезиолог-реаниматолог Анита Кайсина три года работает в Видновском перинатальном центре. Благодаря социальной ипотеке она смогла улучшить свои жилищные условия. Подробности расскажет Максим Козлов. Потомственный врач Анита Кайсина работает в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных Видновского перинатального центра уже три года. На выбор места работы решающее влияние оказала программа социальная ипотека. Выбирала место работы. Это выбор состоял между Москвой и Московской областью. В силу того, что я узнала, что есть вот эта программа по социальной ипотеке, я узнала условия, и они мне понравились, и поэтому мой выбор пал на Видновский перинатальный центр. Впрочем, не только ради выгодных условий пришла Анюта именно сюда, но и ради коллектива. Здесь ее любят и ценят и коллеги, и начальство. Добрая, умная, начитанная, интересная, компанейская. Все, что нужно, она схватывает на лету. Если что-то не знает, она всегда обратится. Что-то мы, если не знаем, она знает. Мы к ней обращаемся. Это всегда такая взаимопомощь. Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных – место, где работают люди с большим сердцем. И неудивительно, что Анита стала здесь своей. Недоношенные дети – это шок. Но что в той реанимации, которая при роддоме, что здесь я просто удивилась этим людям, которые круглыми сутками, вот даже, вообще, мне кажется, иногда они отходят от этих кювезов, потому что они постоянно здесь, постоянно на подхвате. И у меня вот эта некая уверенность появилась. Суть социальной ипотеки в том, что выплату стоимости квартиры региональное правительство берет на себя, а участник программы погашает только проценты по кредиту. Я купила квартиру, нам как бы с семьей, мы там сейчас живем. У меня двое детей, две дочки, 8 лет и 10 лет. Ну, они ходят в школу, и мне помогает бабушка. Квартира находится в городе Видное, где непосредственно находится фринотальный центр, буквально в 10 минутах отсюда. Квартира трехкомнатная. Программа «Социальная ипотека» запущена в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева в 2016 году. Максим Козлов, Алексей Астафуров, Гульнар Балаева. Видное ТВ. Главное управление гражданской защиты Московской области информирует об опасности поджигания прошлогодней травы. Растения легко загораются, и даже небольшой пожар способен быстро перерасти в стихийное бедствие. Огонь уничтожает и молодую поросль. Из-за быстрого распространения могут погибнуть животные, птицы и даже люди. Будьте внимательны. Не оставляйте костры без присмотра. Выбрасывайте и сжигайте мусор только в специально отвезенных местах. Запрещается бросать непотушенные окурки и спички. Соблюдайте меры пожарной безопасности на природе. Внимательно следите за детьми. Если почувствовали запах гари, заметили дым или увидели очаги возгорания, немедленно вызывайте пожарных по номеру 112. В историко-культурном центре прошел семинар по школьному краеведению. Представители учебно-методического образовательного центра совместно с членами общества краеведов Ленинского городского округа обсудили опыт работы учителей в направлении обучения детей истории родного края. Подробнее у Олеси Мордвиновой. Школьное краеведение – опыт и задачи. Под таким названием прошла встреча представителей учебно-методического образовательного центра и общества краеведов. Участники мероприятия убеждены, что сейчас главная задача – это воспитать поколение, которое будет любить свой родной язык, ценить историю, культуру, литературу, свою малую и большую родины. Алексей Зименков, председатель общества краеведов Ленинского округа, считает, что учебно-методический центр – важное звено между краеведами и школами. Они являются вот таким передаточным звеном, колесиком между краеведами, которые многое уже узнали, разыскали, опубликовали об истории нашей родины, и школьниками. Краеведы собирают сведения, готовят и издают книги, а учителя передают эти знания детям. В Ленинском округе создана большая информационная база для работы со школьниками. За последние 20 лет вышло около ста изданий о родной земле. А в прошлом году на День знаний все первоклассники получили в подарок краеведческое пособие «Азбука Видновского края». Эту азбуку уникальную можно использовать и на уроках литературного чтения, и на внеурочной деятельности, и в работе школьного музея. И в научно-исследовательской работе спектр очень широкий. Передача знаний ученикам необходима не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Важен тандем, когда ребенок не просто слушает тему, а становится активным участником познавательного процесса. Это могут быть виртуальные какие-то экскурсии, а также очные выезды в музеи, в усадьбы. На территории Ленинского округа, как вы знаете, много усадеб исторических. И таким образом мы включаем ребят в познание нашего края. Школьное краеведение способствует патриотическому воспитанию, расширяет кругозор, приобщает к творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные умения. Поэтому обсуждение таких тем важно на всех уровнях, как государственном, так и муниципальном. В Центральной библиотеке города Видное прошел форум «Медиашкола». Любой желающий мог научиться навыкам монтажа, редактуры, написания текстов и ораторскому искусству. Как юные специалисты осваивали профессию журналиста, узнала Инга Инчук. Российское движение детей и молодежи помогает подрастающему поколению всесторонне развиваться. Всего в движении первых 12 направлений, среди них и медиакоммуникации. На этих занятиях школьники могут раскрыть себя в журналистике, научиться работать в кадре. Вся информация передается через интернет, через телевидение, через средства массовой информации. И поэтому, конечно, это все активно развивается. И даже движение первых не смогло бы развиваться, если бы у нас не было интернет-ресурсов. Важно ребят учить прокачиваться в этой сфере, потому что наверняка многие пойдут работать в это направление, потому что оно сейчас наиболее актуально в нашем современном мире. В рамках проекта «Школа актива первых» в Ленинском округе прошел первый форум, посвященный работе медиаиндустрии. Екатерина Сорокина давно определилась со специальностью. Ее дело жизни – журналистика. Сейчас девушка пишет статьи для движения первых, а также создает афиши. Изначально я работала в школьном медиа-центре, являлась там главным редактором, и мне это очень понравилось. Дальше я продолжаю свою деятельность в сфере медиа уже в движении первых. Я бы хотела получить знания о том, как правильно вести видеосъемку, о том, как писать интересные посты и немножко о графическом дизайне, потому что я начала им увлекаться. Виктория Веселова пришла на форум с целью научиться работать в жанре интервью. Люди – главный источник информации, считает она. Поскольку девушке не составляет труда находить общий язык с окружающими, она решила улучшить себе необходимые для работы навыки на занятиях медиа-школы. Я очень хорошо коммуницирую с разными людьми, у меня получается с ними общаться, находить общий язык, поэтому я считаю, что эта сфера мне хорошо подходит. Больше всего меня интересует, какие вопросы стоит задавать, когда ты берешь интервью у человека, как сделать так, чтобы диалог не зашел в тупик и развивать дальше интервью. На форуме выступило несколько спикеров с большим опытом в профессии. Один из них – руководитель телешколы, которая подготовила для участников мероприятие игру, позволяющую легко научиться различать журналистские жанры. Участники форума с энтузиазмом вошли в игровой процесс. Им необходимо было посмотреть несколько роликов, после чего определить их жанр и тему. Задача оказалась не самой простой. Прямо сейчас мы узнаем жанр, тему и героя представленной передачи на телевизоре. Очень сильно переживаем, стрессуем по поводу правильного выбора, не хотим оплошать. Первый форум прошел успешно. Теперь с полученными журналистскими навыками школьникам будет проще дальше осваивать сферу медиа. Инга Инчук, Алексей Астафоров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Во дворце Спортовидное состоялось ежегодное открытое первенство Ленинского городского округа по дзюдо. Оно было посвящено памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Астаферова. С японского языка дзюдо переводится как «мягкий путь». Это вид боевого искусства без использования оружия. Его основа – ударная техника, броски, болевые приемы, удержание и удушение противника. В России дзюдо приобрело особую популярность среди людей разных возрастов. Соревнования по этому виду спорта регулярно проводят и в нашем муниципалитете. На днях во дворце Спортовидное состоялось открытое первенство под дзюдо для детей до 13 лет. Мероприятие посвятили погибшим сотрудникам ГУВД Ленинского городского округа. Проведение этого соревнования уже стало традицией. Ежегодно в нем принимают участие юные спортсмены из Москвы и Подмосковья. Ребята имеют разный уровень подготовки и количество побед на своем счету. Уровень мастерства дзюдоистов можно определить по цвету пояса. Белый это новичок совсем, который еще 10 побед не имеет. Желтый это уже 10 побед он выиграл и сдал технику. Оранжевый это уже 20 побед, 10 над желтыми, а зеленый это уже вообще. Город Видное представляла Анастасия Дорогавцева. Технике дзюдо она научилась в спортивном клубе «Орленок». В этом ей помог тренер Гаджимурад Гаджимурадов. Благодаря нашему тренеру я уже не боюсь. И с надеждой на то, что все будет хорошо в схватке, я иду с успехом вперед. Ярославу Козлову 12 лет. Четыре года назад он начал профессионально заниматься дзюдо. Сейчас он имеет оранжевый пояс. Чтобы его получить, Ярославу пришлось на протяжении двух лет много тренироваться и участвовать в соревнованиях разных уровней. Мне это очень нравится. Дзюдо привлекает тем, что с его помощью можно поддерживать хорошую физическую форму, развить силу, гибкость, внимательность. А такие соревнования воспитывают волю к победе. Юлия Астаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Под оглушительный рев мотора в деревне Горки прошли соревнования по мотокроссу и питбайку. Один из самых зрелищных и азартных видов спорта с каждым годом становится все популярнее. Растет число его поклонников, среди которых и наша съемочная группа. Десятки мотоциклов от самых маленьких до мощных байков. В Горках прошли соревнования по мотокроссу, организаторами которых традиционно выступает Московская областная организация технических видов спорта, Видновское казачье общество и молодежный мотоклуб «Юность». Эти состязания были приурочены ко Дню Победы. Удачных стартов и победных финишей. Будьте победителями на этой земле, победителями в этой гонке. География участников первого этапа чемпионата России широка не только Подмосковья, но и другие регионы страны. Препятствиями не стали ни прохладная погода, ни грязь. Наоборот, сложная трасса только усиливала азарт у спортсменов, а у зрителей впечатления. Мы традиционно на нашей трассе «Казачий дозор» проводим ежегодные соревнования в честь наших героев. Сегодня здесь приехали к нам в гости, в том числе участники специальной военной операции. Поэтому пообщаемся, наберемся эмоций положительных, отдохнем и посмотрим зрелищные мероприятия. Один из фаворитов гонки Артем Полежаев из команды «Авантис Рейсинг Тим». К своим 18 годам молодой человек успел многое. Он неоднократный победитель областных соревнований, а в прошлом году занял четвертое место на чемпионате России. Не пропускает Артем и заезды в горках. Борьба очень интересная, на каждой гонке происходит. Адреналин зашкаливает всегда. Но не всегда безопасно. Не всегда безопасно, да. У меня вот пять переломов, это ни много ни мало. Так, среднее значение у профессиональных атлетов. Но все заживает, все нормально сейчас, я себя чувствую вполне. Покорить трассу приехал и Ярослав Кузьмин из Калуи. Юному мотокроссмену всего 11. Пока соревновательного опыта не очень много, но с каждыми гонками он улучшает свои результаты. Сегодня уверенное третье место. Трасса хорошая, то, что немного жидкая была в тренировочном заезде. Сейчас раскатали более твердый грунт, зацеп лучше стал. Вот. Доволен своим результатом сегодня? Да. Тех же ребят, кто пока еще не сел на байк, ждут в досуговом центре «Юность», на базе которого организована секция для детей по мотокроссу. Именно здесь растят будущих королей дорог. Екатерина Коваленко, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Виднет-ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин